здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня у нас с вами дегустация мы будем пробовать тигристое вино по типу 15 и смеси двух сортов реформ и зигиреба первое с чего мы начнем кратенько о технологии что такое пятнат пятнат это игристое вино газация которого происходит в бутылке но за счет остаточных сахаров виноградного сусла грубо говоря не доброт мы заливаем в бутылку и дальше уже он там дображивает и газируется дальше значит смесь сортов реформ и зигиреба я вообще делайте сорта отдельно с реформом я работаю уже много лет проще сказать чуть ли из него не делала зигиреба дело в прошлом году игристая получилось неплохо тоже пятнат немножечко там использовалась биологическое азотопонижение о технологиях подробно будем разговаривать и в других видео но в прошлом году эти гребы было ну скажем так моя ошибка я использовала холодную мацерацию и он несколько подокислился я когда показывала да вкусно классно вообще замечательно но напиток получился такой достаточно интенсивного цвета ближе вот к желтому к рыжему ну это была моя ошибка холодная мацерация сразу скажу тоже будем в сезон разговаривать но если мы не используем серу если мы не используем ферменты ерунда полная то есть осуществить ее дома не совсем удобно мне не нравится значит в этом году и и реформа зигиреба вообще почему я их смешала потому что не очень много было урожая и того и того и того я решила попробовать их сделать вместе ну чтобы хоть какой-то объем получить делала я их по красному способу то есть они побродили на мезге вместе затем мезгу отпрессывали но дальше уже получился напиток сначала он бродил по затворам потом на определенном уровне остаточных сахаров я его оклеила оклеивала бентонитом в этом сезоне мне понравилось чуть больше работать вот с бродящим суслом именно с бентонитом ну и затем уже разлила в бутылки и примерно в районе нового года уже снялась дрожжевого осадка ну вот такая вот небольшая бутылочка не надо смотреть что советское шампанское поскольку я все делаю для себя я из бутылок этикетки не снимают что ну там длительный процесс некоторые производители используют такие мощные клея которые плохо отмываются поэтому я ничего этого не делал и так будем пробовать но прежде чем я открою и налью еще пару слов мы привыкли что стандартный бокал для игристого вина это бокал вот такого типа типа называется он флют либо флейта но я же все время что-то изучаю новое 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 и вот скажем так последние веяния все-таки говорят о том что даже для игристого для хорошего игристого лучше использовать более просторные бокалы то есть вот я если бы в этой бутылке было то что написано на этикетке то вот этот бокал сгодился бы но поскольку в этой бутылке напиток несколько другого качества то пробовать мы его будем вот с такого бокала это бокал для белых и объем тут я не помню наверно порядка 300 миллилитров но тоже такого достаточно узенький и так открываем также обращаю внимание кронин пробка мне мне удобнее работать именно с такими пробками тем более что пока что долго эти напитки не хранятся в этом сезоне получилось 6 бутылок 0,7 и одна маленькая с объема небольшая поэтому удобнее всего использовать вот такие штуки и так открываем пока я наливала наверное обратили внимание что газации не очень большая надо в этом сезоне как бы сильно я была загружена поэтому можно было чуть раньше все это укупорить но уже как получилось так 15 кстати допустимо чтобы газация была небольшая так что вполне обращаю внимание на цвет желтый сорт винограда реформ розовый сорт винограда зенгиреба сделанная по красному без добавления антиокислителей без какого-то специального еще обработок видим какой у нас получается хороший красивый цвет то есть я исправила вот те ошибки которые я совершила в прошлом году будем говорить в сезоне если тема интересна то вот как избежать окисления если мы не хотим ничего добавлять повторюсь холодную мацерацию я отметила все это бродила на миске но очень важно быстро запуск брожения чем быстрее мы его запустим тем меньше наше сусло будет укисляться ну а теперь приступаем конкретно к дегустации яркий запах легкая груша от реформа и такой конфетный очень приятный аромат от зенгиреба вообще вот мускатная сорта я рассказывала про галант когда из зенгиреба они дают такой очень интересный леденец может быть барбариску может быть вот фруктовая манпансия такие вот летяшечки стекляшечки вот такой вот леденцовый приятный аромат мне кажется что еще ваниль кстати этот образец в районе нового года у меня участвовал в дегустации простые люди пробовали и интересно вот было их мнение конечно всех очень потряс вкус аромат но то есть кто-то услышал фрукты кто-то услышал цветы то есть восприятие вкус аромата но у нас у многих ну вот идет по разному интересно в бокале уже практически легкие пузырьки пониматься сына ну когда пробуешь по языку идут очень очень тонкие такие пузыречки не вот едва едва слышны но слышны то есть это не тихая вино это не то что вот оно чуть постояло пузырьки ушли нет вот это мелкая газация она чувствуется и она очень приятно она дополняет наш напиток кстати когда я снимала его с осадка то есть я дополнительно доливание ликером ровно таким же игристым то есть грубо говоря это но дозаж но есть даже легкое ощущение как будто там остаточный сахар как будто это вино это игристое полусухое то есть ощущение именно такие хотя возможно что он выбродил и полностью вот это к сожалению не измерял а потому что прибора всем у меня остались в деревенском доме вкус яркая груша дюшес это конечно джи форм яркие леденцы от дегиреба но они не приторные такие не выбивающиеся а вот этот тандем очень классно себя ведет вот они они друг друга дополняют вообще дают такой мощный вкус может быть ощущается такая легкая легкая приятная горчиночка вот чуть-чуть она тоненькая даже я думаю что не каждый сможет ее почувствовать очень долгое леденцовое послевкусие опять же повторю что это особенность мускатных сортов при этом вот как бы в моем понимании в моей ассоциации вот когда раньше пробовала какие-то мускатные вина в магазине мне казалось что там но я кстати не исключаю такого варианта поскольку вина эти были абсолютно недорогие что вот не прямо на химозное такое и греба кстати когда был один но он был такой очень яркий и вот в таком тандеме это уже не химозный аромат это совершенно другая ароматика нам более мягкая нам более такая легкая тем не менее на есть ее почувствует даже если вы не супер специалисты вине вы все равно это почувствуете да может быть вы не сможете описать но услышать этот вкус вы услышите точно вот сколько вот сейчас от последнего глотка я с вами разговариваю я не помню в каких единицах измеряется послевкусие но вот остается те леденечки и на них сверху наслаивается груша такая прям знаете вот сочная сочная груша такая ярко очень сладенькая души душистая вход правильное слово вот такой получается замечательный напиток повторю что вот этот тандем зигире бы реформ ну при прям вот мне очень понравился и посмотрим скорее всего что в следующем сезоне ну что было проще поскольку я уже попробовала один сорт и другой по отдельности то вполне вероятно что я буду использовать вместе единственное что можно было бы откорректировать это уровень газации видимо практически уже ничего не видно но когда пробуешь газики чувствуется вот смотрите в бокале специально приближаю и показывать те маленькие пузырьки о которых я говорю и даже есть еще мельче который ощущает только наш язык хотя хотелось бы чуть чуть больше вот буквально капельку капельку и еще могу добавить что сюда можно добавлять еще кого-то с большей кислотой что кислоты здесь вообще нет минутка мягкая и кислоту можно добавить каким-то другим сортом но надо еще учитывать особенности года опять же там осень у нас была с дождями размывается сахар размывается кислота и вроде на сахар невысокий но и кислота тоже невысокая то есть временем сбора ягоды все это можно корректировать будем надеяться что наконец-таки наступят лучшие годы хорошие годы и делать это нам станет легче тем не менее сорта с ранними сроками созревания дают прекрасный нежный такой яркий запоминающийся напиток но на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты и до новых встреч